Всем привет! Иваныч с вами! Всех поздравляю с началом рангового сезона в мире кораблей! И с сегодняшнего дня начну снимать видосы про ранговый сезон. Вообще есть желание дойти все-таки до первого ранга, хоть раз доиграть до конца эту игру и пройти ее. Формат будет следующий, то есть я буду записывать все подряд, а потом буду монтировать, ну фактически буду оставлять только такие хорошие, интересные бои. Потому что плохие, неинтересные бои я не вижу смысла показывать, это первый момент. Ну и второй момент, поскольку у нас игра в основном состоит из того, что мы ожидаем, пока нас закинет в бой, пока мы разойдемся по флангам. В конце можно долго охотиться за авианосцем, за последним, то имеет смысл это все естественно вырезать, то есть оставлять только самые забойные моменты. Так что будет это примерно вот так. Ну а начну я конечно с фуса. Я тут обнаружил, я уже забыл об этом совсем, что на прошлый-то новый год можно было бы получить всякие пермафляжи на корабли шестого уровня. То есть в принципе на шестерках я смогу поиграть, немножко даже пофармить. Так что имеет смысл взять в первую очередь те корабли, на которые есть пермафляжи халявные. Начинаем ранговый сезон. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Галисеньер, вот зараза подворачивает. Че ты подворачиваешь, Галисеньер? Слушайте, Арта, 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 Путан, Арта Путан, Лови! Попаду интересно, или он быстро идет? Слушайте, за мной летит Арта, Путан, по-моему. Я целый самолетик сбил. Я эффективен. Нет, Арта, Путана я не попал. О, торпедиками Арта, Путанку! Давайте, 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 давайте! Оу, еее! Знаете, сразу вот, знаете, сразу с Индепенденцем стало интересно играть, потому что по нему можно, видите, накинуть. Это намного интереснее, чем сбивать какие-то там сраные самолеты. Это именно, именно один из тех вариантов переделки класса авианосцев, который бы вот меня, наверное, устроил. Когда имеется возможность постоянно во время боя накидывать по авианосцу. Чтобы это был нормальный корабль, чтобы это не было вот эта вот какая-то херня, которая стоит в углу карты и которая запускает самолетики. Хотелось бы, чтобы Арта, Путанка тоже участвовала в боях наравне со всеми. Сейчас мы ее потопим и станет полегче. Топить взял херного упреждения. Я не понимаю, как просто брать упреждения по этому кораблю, потому что очень редко выпадает шанс покидать по авианосцу. У меня чувствую, что мы просрали удивительную возможность его потопить. У меня еще одна пушка осталась. Естественно, все линкоры здесь в футсо. Блин, накинули по мне. Это был слишком... Слишком уж я был увлечен. По футсо домашка не прошла. Опа-оп-оп-оп-оп-оп, я вроде был не в засвете. По мне уже летит всякое. Ха-ха-ха. Оба-на! Футсо, привет! Ха-ха, цитадель! Охеренно. Такс. Букч. По нему тоже надо кинуть. Ну, из таких особенностей футсо или футса, как он там правильно называется, является то, что у него много пушек и обычно хоть что-то залетает. Ну, вот один сквозняк, к сожалению, залетел. Я, наверное, слишком большое взял упреждение. Вот. И поставил я модик, о котором много говорилось в последнее время, который крестик показывает, куда полетят снаряды на миникарте. Бум. О! Ну, туда вот они полетят, снаряды. Нет. А-а-а, во-во-во-во-во, вышел, вышел из дымов! Давайте, давайте! Союзнички, блин! А я зря остановился, да? Сейчас меня закидают торпедиками. Окей, танкуем. Есть одна маленькая проблема. Да, не очень я сыграл вот в этом моменте. Надо, наверное, пушки разворачивать. Единственное, блин, конечно, у этого корабля очень башни долго ворочиваются. Мне как-то это непривычно, честно говоря. Еще как-то... Я могу с этим мириться на каком-нибудь Ямато, у которого 460 мм калибр, но вот на эту он как-то уже нет. Индепенденс все еще жив, сразу. Даже не кашляет. Давайте-ка его добьем, а, ребят? Давайте! Давайте. Сразу. Пыташки. Оба-на! Давайте, вы знаете, я обычно этого не делаю. Давайте вот прям поблагодарим. За такой... Подгон. Так, лягали сеньер. Как-то. Лови. Лягали сеньер. Плохо попал. Это он мне прям ставит? Или он сам выскакивает? Ну, я постою. Смотрите, 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 смотрите. Чуть-чуть не попал. Так. Надо бы немножко чуть вперед пройти, чтобы можно было тоже кидать. Опять, вот чем хороши линкоры? Есть возможность его ремонтировать по ходу боя. Вроде бы как игра должна повышать свой уровень сложности. По мере того, как игрок прокачивается, да? Открывает все новые и новые корабли. Мне кажется, что на тех же крейсерах намного проще играть на высокоуровневых, потому что у них, по крайней мере, ремонтная команда есть. То есть в чем так? Простота игры, например, на низких лвлах я не очень понимаю. На кораблях, которые кидают свои снаряды через космос. У которых нет возможности отремонтировать корабль. Я всего этого не понимаю, честно говоря. Кусо пошел в раш. Я вот опять же, к сожалению, не знаю сколько будут стоять дымы. Хоть по этому кинем. Хоть бортом идет. Оооо, двадцаточка. Хождение бортом, да, оно такое. Ну что, первую битву мы победили. Можно ли победить битву? Это вообще неудобно. Смотрите, смотрите, смотрите. Я боюсь, что я не смогу стрелять из-за этого острова. Я слишком близко к нему. Надо немножко из-за него выйти. Даже кидать по Фусику. Фуся! На! Фуся! Фуся хорошая. main ones of poles, none of none.. Даже если вы не хотите себе прокачивать ветку японских линкоров до Ямата, хотя я не очень понимаю почему, потому что Ямато очень хорош. Это, наверное, потому что до Ямато идут такие корабли, которые ну уж очень страдают от авианосцев и при этом как-то не особо выглядят предпочтительно на фоне остальных кораблей. фуса надо конечно брать обязательно очень хороший корабль я накидывает накидывает и накидывает 6 орудий 6 башен извините по два орудия в каждый конечно очень круто 8 круто давайте притормозить убивать убивать о прекрасно прекрасно модики поставил потому что хочется хорошо поиграть спокойно поставил себе угломер теперь по крайне мере я знаю в какую сторону идет корабль то есть мне не надо там рассматривать мелкие значки на мини карте то есть рисуют сразу огромные огромные рисунки поставил мод который показывает как далеко я стреляю где у меня стоит прицел то есть такая там крестик такой рисуется для того чтобы стрелять в дыму удобнее было вот и мини карта собственно говоря пришлось мод на мини карту поставить мини карта не очень нравится потому что много всяких кружочков пришлось все подключать как-то непривычно и неудобно привыкать к ней надо привыкать мне не хотелось поэтому отключил по максимуму с модами конечно проще играть особенно если угломер стоит понятно блин как тебе идет корабль чем он там повернут и можно в динамике посмотреть он поворачивает к тебе или отрава отворачивает тебя то есть это удобно и не очень удобно кстати остров растет придется немножечко пострадать далеко летает его не прощелкивать 2000 всего-навсего у вас кузнечка бортом видите мне не раскорячиться остров остров в этой игре как-то меня не тянет играть на технике совсем не тянет эх не добили поэтому ранговые бои это прекрасная возможность немножко поиграть на хайл валах удачный бой мне кстати должны всего надавать таки второе место занял фаргат намного бульну блин все-таки сменится так 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 на фарм увидите соточку соточку всего лишь у меня прямо закончился всего привет фарма больше не будет мне что-то должно были дать прям аккаунт мне дали 24 часа поздравляем с началом рангового сезона можно закрыть буду читать все равно далее видите за все предыдущие ранги всяких плюшек поскольку я как с какого-то там ранга с 14 начал прям аккаунт на 24 часа 500 тысяч 7 сезон как раз нужны были так и и внешний вид надо на него флажок повесить чтобы меньше платить то есть в ранговый сезон во время ранговый сезон даже не планируете играть в ранговый сезон имеет смысл играть ради этого флажка есть флажки за достижение различных лиг дают которые дают постоянный постоянную скидку на обслуживание корабля имеет смысл флажок конечно брать в оболе но здесь просто команда самоуничтожилось фактически об наших игроков обычно вот это вот разделение да по флангам она кончается веселым сливом здесь противник конечно шмок устроить себе какую-то фигню наши игроки молодцы что не устроили такое же типа бог можно бабахать еще что я вышел из-за очередного острова надо как-то продумать здесь правильно правильную тактику игры на будущее это понимаешь меня сюда будет часто закидывать опять мы же интересовались внезапно как мы держим удар давайте посмотрим еще прекрасно интересно фуса сам по себе такой косой или просто просто он такой косой как все линкоры так 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 вообще тормозит все останавливается практически смысл фуса смысл то что ты творишь надо написать ему в чате гениально залезают цитадели конечно с фу запас по фуса бортом раскорячиваешься доказать что должно при этом происходить все 40 лет набил залоги ничего полезного не сделал заборе с ракет все равно набил шинономия привет медленно идиот принца раз если попадает то какими-то такими отдельно летящими снарядами так мы снарядами дальше фига ну вообще все делали вот позже немножко такая шиномка какая-то победа тоже не угадал немножко с островами поэтому получилось как-то Nerdy Снова в боль Здесь по крайней мере я знаю куда идти С нашего респа обычно берут Точечку А Ну а потом перестреливаются На точечку Б Довольно прикольно это работает То что игроки идут В самом начале все вместе В одну часть карты А потом все вместе играют против команды Которая играет во второй части карты Мне не очень понятно почему разработчики Даже не пытаются нечто подобное Попробовать в обычном рендоме То есть ну грубо говоря Что на этой карте для одной команды Сделать здесь и здесь респ А для второй команды здесь и здесь респ Ну то есть чтобы они сразу Шли Так скажем в центр Но каждый со своей стороны Мне кажется это немножко неправильно Когда в игре про корабли Команда делится на две части И каждая идет в свою часть карты Было бы может быть интереснее Если бы все играли вот как бы Компактненько за команду Так Молотов Начинает какие-то непонятные маневры И я пока не вглепляюсь Что он будет делать дальше В общем он так будет дальше поворачивать Бестолкусно стрелять Молотов давай уже что-то В другую сторону будешь отворачивать По идее должен А вот сейчас он пошел А вот сейчас он пошел Сейчас он должно залететь По идее Мне уже блин там остров тоже мешал Ну ооо Молотов давай 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 Ну так Могло быть хуже А могло быть и лучше Опять же удобно По этому По модику то Углом мера можно посмотреть Куда он там поворачивает Конечно же опять не смотришь Не на корабли А уже блин По на модике Что не очень хорошо конечно Оооо Байерн Давай давай Байерн Давай давай Это по мне 380 миллиметров По взрослому Блин На этом корабле даже Сраного истребителя нет Сейчас на меня упорится Вот это вот Летающее говно На этом все закончится Оба на Смотрите как он быстро Как он быстро закончился Спасибо Благодарим Хотя бы так 11 Белым то уроном Хорошо заносит Заходит В этих В немчиков В немчики Ооо Галисионер Да ладно Куда ты сейчас пойдешь Галисионер Как-то так На ход ноги Блин Он Блин Он сильно теряет скорость К сожалению Я че-то Блин Плохо Выстрелял Прям взял на него Упреждение Как на британца Какого-нибудь Галисионер Теряет скорость Нифигово Да А так Чисто на ход Я ему хорошо взял Вроде бы Вроде бы Давайте Баяну добавим Хотя мне кажется Он там тормозит Да Как-то он притормозил Если бы еще здесь Скорость показывали На этой Штычке Дричке Было бы вообще Замечательно Молоток По мне что ли Редийский молоток Ну ты Редийский Интересно стрелять Мне нужны какие-то острова Чтобы за ними Можно было прятаться Так Байерн Что он там делает Ооо Стоит Да ладно Байерн Подожди 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 Непонятно Что он там стоит Назад немножко Да решил пойти Ну давай Назад Пойди чуть-чуть А тебе Немножко назад Ой 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 Прилетел Там Мне Нифигово Ой Еще прилетела Нифигово Видите Островов нет Чтобы тоже за них зайти Мексиканец 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 Подожди Вот Вот 12000 Хорошо Это хрень Он не будет херачить Сейчас Что-то интересно Давайте по мексиканцу Повезло Повезло Надо бы как-то Минуснуть кого-нибудь Все-таки уже Чистые небеса Мексиканец Депрендонс Наш Сжигает Все-таки Сел я на мель Торпедасты Пока не летят Ко мне Поэтому Все норм Пока Сел-то я на мель За островом Очень долго У меня рули Конечно Переводится Может Что-нибудь И залетит Так Сейчас главное Чтобы меня Не подловили Пока я тут Раскоряченный Стою Мимо Так И уходим 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 Так Шинономия Куда ты идешь Шинономия Блин Отворачивать О Молотов Ты опять Там Зажигаешь Проскочили башни Не успел Стреляться Немножко Немножко Сливаем Бах Оба Она Хорошо Хорошо На 14000 Херово У меня Скоро Закончится Корабль Все будут Дальше Так Ложать Уходим Как-то До хера Беру Убреждения Американский Курабель Медленный Меньше Брать Убреждения Ремонт Б Скорей Ну Ну Два Снаряда Разрушились Ой Ну И какое-то Попадание То есть Более Не очень Хорошо Что я Здесь один На фланге И Борт Стреляющий Менять Очень Долго Это Херово Оп Блайншотом По мне Так Кто-то Меня Светит Перестали Светить Мне кажется Что это Молотов Придется Да Это Молотов Зараза Так И Газит Оттуда Потихонечку По-мелкому Байерн Сразу Придется Идти Бортам К Молотову Будет Больше Шансов По мне Попадать Поджигать Надо Как-то Кончать С Байерном С тем Натем Забить Забить Борт Так Все Подожгли И Немного Придется 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 вот в походу зашел за какой-то остров ну байер лови лови все бери все байер впитывай 6500 принципе норм все байерн кажется писец или нет да или да здесь байерн стоит еще и за там идет мы так немножко прострел такими темпами я уже блин не линкор а чисто арт баржа это совсем херова ух ты вот это я проворонил вот этот момент там где-то стоит вражеский корабль я его не вижу к сожалению сколько его не вижу собью самолет не купал это я сливаться пошел я пошел даваться мне тяжело отсюда свалить это молотова бы грохнуть совсем криво полетело и он вообще остановился эх печальненько все привет эх херова сыграл и индемпендент чуть чуть больше меня набил вот зараза и снова в боль ну очень ярко неплохо могло быть лучше но неплохо и линейс нет сваливает байерн москит действительно ранговые шба и для того чтобы в них поспать Печально, конечно. Две тысячи как-то немного. На высоких лвлах я часто стреляю по всяким мелким кораблям, потому что бывает столько вылетает, просто пол хп отваливается от какого-нибудь сраного эсминца с одного залпа линкорного. Хотя, казалось бы, да? Это тупо выгодно, это считайте пол корабля убито. 12 тысяч. 12 тысяч сюда или там 8 тысяч по какому-то эсминцу, ну 8 тысяч по эсминцу тупо выгоднее и полезнее для команды, естественно. Здесь что-то пока у меня не вылетало что-то такого вот эпичного. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Торзок Хз Давайте потушимся все-таки Глиссионер У тебя Хз Байрон тоже Пока непонятно, что делать-то Башнями крутить Не очень хорошо выстрелил Не посмотрел на угломер, он выйдет в мою сторону, зараза Посмотрел бы на угломер Выбил бы больше, чем сраную тысячу Ну так, неплохо Буду быть хуже Ну так, неплохо О, все, привет Отворачивает Чуть-чуть Небольшую отворотом укинем О, хорошо светило Буденыч, да, ты здесь самый вкусный на этом фланге Ну, кроме Гаеда, конечно Гаеда стал, видите, самым вкусным После того, как он растерял хпшечку Теперь все хотят его добить Но его просто, скорее всего, не видят Буденчато видит Куда ты поворачиваешь? Поворачивай так потихонечку Надо бы, конечно, разворачиваться и немножко уходить Потому что мы побеждаем Но пока не настолько все ясно Просто там эсминец И это может плохо кончиться Такой поход на фланг Давайте разворачиваться Ну, блин, фигли Придется подставлять борт Десятка А что делать? Давайте разворачивать башню эту густую Бах Так, значит так Ой Лови фуз Так, бульминия Непонятно, где шастает, к сожалению, Феррагат Может накидать торпед Я не очень помню, как он там по ТТХ Мне кажется Или он не может накидать торпед Надо хоть посмотреть, что это за корабль В клиенте игры Давайте немножечко опять развернемся Опять бортом походим Сейчас попосремся с точкой Поздно выстрелил Так, он там поставил В сики свои дымы Давайте в дымы просто долбанем Не свезло, конечно же Вот это сейчас мне свезет Вот я бортом, блин, опять иду Мне пока повезло А здесь уже можем сказать, что не очень повезло Придется уходить за остров Раз уж я этот остров не принял во внимание Изначально придется его обходить Из дымов по мне стреляет линкор Надо как-то Фуса, чтобы он заканчивался Хорошо Фуса заходит вообще, конечно Мне как-то всегда казалось, что Фуса более крепкий В плане... О, прекрасно В плане того, что он хорошо добивает снарядики Цитадели к нему так не особо залетают Но походу, что главный его плюс Это такие Отсутствие большого количества настроек Его, наверное, достаточно тяжело поджечь Всякими мелкокалиберными фугасиками И это, пожалуй, все Последнюю ремонтную команду использовать В принципе, норму мы выиграли 70 тысяч урона почти нанесено Давайте постреляем с корректировщиком Надо было больше, наверное, брать упреждения Да Потому что я уж с большой дистанции стреляю Все равно не попал Тут с корректировщиком Какая-то бесполезная херня корректировщика О-о-о-о-о-о Торпедки Продолжение следует... В основном я попал в гору. Буки убили. Ну что он будет делать, интересно? Нет. Да. Ес. Очередной типичный бой на Фусе. Или на Фусе. Второе место. Воболь. Кто-то по мне херачит, я его даже не вижу. А, он с дымов херачит. Блин, какая у нас охеренная игра сделана. Блин, вот так вот не видно дымов. А если вот так вот сделать, то видно дымы. Ну блин. Что ж так, через жопу-то. Давайте уже разработчики. Игра, вы сами говорите, что она вроде как зашла. Да давай, давайте графоне уже делайте. Сколько можно ждать? Рау уже устал ждать. Блин. Давай перезаряжайся быстрее, родимый. Фусенька. Давай, 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 давай. Оу, еэ. Нюрнберг. Давай. Сейчас тебе придет бесец. О, Нурберг. Чувствуешь свой бесец? До свидания, Нюр. Эх, печалька. Печалька. У нас слился, да, эсминец у них тоже? Ну. Что-то как-то у нас не очень идет. Что они все фугасами херачат? Я понимаю, что это, блин, всего лишь какой, 14-й уровень. Но все равно. Взял слишком большое упреждение, да? Как чувствовал, чувствовал. Блин, что-то, по-моему, он не идиот практически. Надо взять маленькое. Ну, у него может же он так медленно идти. И вот, как обычно. А получилось-то, как обычно. Что ж так. Ну, по Будену что надо кидать? Буденочь наш классовый враг все-таки. Наша классовая пища богов. Фугу-ка там, я надеюсь, не накидал всякого. Зарану. Стелс какой-то все время пропадает. Если бы я играл на Буден, меня давно бы уже убили, потому что все видят. А я тут, ну... Ну, выбрались. Блин, мне тоже показалось, что он останавливается. Но я опять, блин, выстрелил, как обычно. Думаю, о! Один снаряд, видели, да? Отлетел. Я вот плохо взял упреждение. Я мне снаряд отлетел и залетел все-таки. Уйдем. Так. А вот правильно бы я выстрелил? Так, два сквозника обу были. Да, блин, ну как же так? Мне кажется, он очень медленно идет. И почему-то все равно я взял большое очень упреждение. Хотя я прекрасно видел, что он медленно идет. И даже это, да, озвучил. Но нет. Сейчас вообще остановился, обратите внимание. Стоит. Стоит же. О, все, привет. Постоял. А до этого ему это помогало, кстати. Фубук, человек. Нихера. Вообще нет попадания. Мне кажется, это уже по мою душу летит. Нет? Или нет? Вот это летит по мою душу, да? Целый самолет сбил. А то я должен получить удовлетворение какое-то моральное в ответку. За то, что мне подожгли. За то, что я был вынужден поражать аварийную команду. Я вот сейчас по ружью выстрелю. И вот в этот момент я как раз и получу свое моральное удовлетворение. Ружье чуть-чуть медленно идет. Нет, хорошо идет вообще. Прямо вот. Прямо вот, да. И вот, да. И вот, да. Две тысячи урона. Обратите внимание. А здесь 1650 по мне прилетело, да? С ранами-фугасами. И зачем стрелять бронебуйками тогда? И вот, да. Вот зачем стрелять бронебойками-то Работает, оказывается, тема Тема-то рабочая Потому что мне не перло Она гадить может, как здоровый Опять все херовое упреждение Надо уже как-то перестать Надо начать уже доверять своим чувствам в этой игре Здесь я вижу, что медленно идет корабль Значит, он идет медленно Что-то мне не кажется Правда, иногда кажется, что идет медленно И... В общем, непонятно Сейчас, мне кажется, он идет довольно бодренько Поворачивает всю бить Давайте я вот вправо пойду Сейчас, мне кажется, он идет не очень быстро Уже снаряды полетели, я же знаю куда Вот так 4300 неплохо Торпедки в него хорошо заходят Там я вижу Мой союзник слился, я думал, сараза Значит, надо разворачиваться О, все прекрасно, ружье грохнули Ружье-то грохнули Зараза Одной пулькой меня пук И все Блин, обязательно надо посмотреть ТТХ Феррагота Я не понимаю, насколько он торпеды кидает Не знаю, чего бояться Три-четыреста Не очень приятно, конечно Танкуем Танкуем, танкуем Наводим, наводим башенки Так, это у нас как? А это у нас как? Четыретысячи, это хорошо Четыретысячи, это хорошо Вот это Феррагот, наверное, откидал Да, да, это Феррагот Нормально он кидает Достаточно далеко Бояться его нужно Очевидно Понятно, что он там подходил, конечно Все равно Все равно Долетают же Практически долетают Торпеды Доходят Ну и мексиканец отправляется в порт Нет, 72 хп у него осталось Да, смешно И он начал тут же ремкаться Вот зараза По угломеру вижу, по крайней мере, что он идет вот куда-то туда Даже попал Угломер полезный, да, мод Можно в любом модпаке его взять У него будет фана всем Прямо поставил на выбор несколько модиков Блин Идти вперед или не идти вперед Вот в чем вопрос Гамлетовские страдания Да, блин Че ж ты был не выбран-то Ой, да Ну, Феррагат, давай Давай, складывайся Блин Один снарядик такой отделился Полетел Но не попал Два каких-то снаряда полетело Блин Билил Все Убили его, наконец Это был хороший, бодренький бой 13 ранг Че дали Куча флажков Ну, Феррагат, давай Впитай в себя что-нибудь Тысяча двадцать Могло, конечно, повезти больше О, Будён. Так, Будён, ты куда пойдёшь? В остров, я так понимаю, у тебя там хорошо? Ну, может он что-нибудь залетит? О, цитаделька! Хорошо. Цитаделька всегда хорошо. Где он, значит, зажег там вначале бит? Не мелочился. Главное, чтобы я вот сейчас не зажег. То есть, что-то как-то бортом раскорячился. Хотелось по буденочу покидать, конечно же. Обошлось без цитаделей на этот раз. Ну, тоже неплохо. Погоеда будет плохо тоже скинуться. Не так далеко ходит, наверное. Он не так далеко ходит все еще. Все еще не так далеко ходит. Там фубуки тоже симпатичный. Это я опять зажег. Что-то залетело. Непонятно на сколько. У нас как-то вот... Этот момент в интерфейсе плохо показан. Нет, чтобы вот здесь же, куда пишут, рисуют иконки, что куда попало, здесь же писала домашка, которую ты нанес. А потом бы одна туда суммировалась. Ну, блин, почему так? И даже никаких модов нет, чтобы так сделали. То есть, это нахер никому не нужно. Я так понимаю. Ну, окей. Так, часть в него прямой наводки кинула, а часть немножечко на ход. Может быть, хоть так, вот так нет. Разогнался резко. Резко разогнался. О, резона. Вот это херово. Говорят, это лучший линкор на своем уровне. Зараза! Отсветился! Ой, как печально. Потому что я уже на цикле... Блин. Моргать теперь будет там. Чего тут у нас есть? Гора огромная. Гора огромная. Это не совсем то, что я хотел. Где он его бы надо добить как-то? Бадыш! 5400. Неплохо! 5400. Так, где он его бы надо как-то добить? Ну, у меня тут... Там какой-то, да? Там эта штука. Лев тут хорошо у меня получился. Так понимаю, изначально он получился случайно, но потом дорисовали уже более специального льва. Чем-то напоминает это танки онлайн. И с сову на шафте. Так, а здесь дым как обычно рассеялся. Мексиканец решил походить жопой. В эту жопу я ему, пожалуй, отправлю подарок. Фига себе, он быстрый ходит, да? Пока у меня все летело, он уже, в общем, стало практически неактуально все это. О! Проявился, смотрите. Наш друг. А где ты, наш друг? Ну, давай, засветись ты уже. Фига себе, буденный по мне херачит. Даже не светится при этом. Или он по маркеру это делает? Я как-то больше ему налево накинул, думал, что он налево будет поворачивать, но нет. Пока у нас все отлично. Можно ничего не делать. Чем я, в общем, занимаюсь? Не понимаю. Он идет немножко. Ну, давайте так он укинем. Потому что тут уже гора тоже. Скоро я вообще перестану по нему стрелять из-за этого. Вот разворачивается, да, бортом ко мне. Все очень далеко почему-то. Я думал, Буденочка добить, но Буденочка тоже свалил. Так. Вкусы здесь самая интересная цель. Идет бортом строго. Есть определенные шансы ему накидать всякое. Ну, у них, блин, эсминцы посливались. И теперь, да, действительно непонятно, что там делать. Точки все просраны. Блин. Вот теперь мы начали сливаться. А вот теперь надо возвращаться отсюда. Просто тупо очень быстро уходить. Или Аризону давить. Аризона там фуловая. Блин. У нас все было хорошо, но надо было обязательно посливаться. Торо. Это как он ко мне стоит? Ты чего? Не догоняю. Вот реально не догоняю. А, все, я понял. Идет. Мне кажется, он это делает очень медленно. Так и есть. Даже можно было еще на более медленного кидать. Ну, быстро его как-то урабатывать. Давайте следующий залп фугасами произведем. Я что-то сомневаюсь просто в своих возможностях его замочить не фугасами. Фугасами, наверное, будет хорошо. Дальше мы уже переключимся на нормальные снаряды. Нет, он мне борт показывает все-таки. Можно было и бронебой там уфигачить. Ну, извини, Аризона. Я думал, что ты будешь по-папски танковать. И с фугасами. А я теперь с фугасами. А здесь смотрите, какие темы-то, да? Тормозишь, что ли? Мексика. Я такого не ожидал от тебя, такой подставы. Я даже не знаю, что тебе делать. Надо от фугаса, наверное, от того убегать. Минусовать Буденова. Потому что у нас все хорошо в плане очков. Очки-то у нас нормально. Лови, мексиканец. Мексиканец, весь бой где-то простоял. Я где-то проходил, но где-то простоял. Такое всего вкусного. Башенки, поворачивайтесь. Башенки, поворачивайтесь. Так, сбил. Нам очки не идут, к сожалению. Лендеру надо бы как-то активизироваться. Почему мексиканец до сих пор жив, я даже не знаю. Сейчас он сольется еще, потому что... даже не знаю, хорошо он поступил сейчас или плохо. Е-эс, отлично. Можно было бы запустить корректировщик, я бы видел фуса. Нет, я не буду запускать корректировщик, потому что я не смогу с ним стрелять, к сожалению. давайте переводить башни потому что надо идти в район точки а чтобы не дай бог ее будем не начал захватывать то что если он все начнет захватывать жаль конечно самолётик не той системы подставился да я подставился все идет к тому что мне надо будет убивать фуса т.к. Продолжение следует... 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 не везет мне на поджоге блин сколько не стреляю блин 74 попадания уже ну правда и теме и другими снарядами я уже кучу раз выстрелил бронебойками смысле фугасами там тоже не убил кидал богато все до свидания до острова то я конечно дошел в результате но так за него зайти не смог печально но зато сейчас айоба возьмет точечку и может быть из этого что-то получится путная потому что им придется брать после этого точки у них с этим могут возникнуть некоторые проблемы но у нас блин нью-мексико практически мертва с двумя корректировщиками ходит печально удачный бой даже не первый чем первое место заняла айоба которая слилась в конце боя и из-за этого мы больше не проиграли правда до этого он захватил точку так что в принципе человек молодец так я обнаружил так меня даже целят два фуса куча кораблей по поменьше не утверждающий не утверждающий новичка исчезла очень долго башни ворачиваться конечно все тем протухают зачастую с одной стороны это конечно она правильно даже даже правильно с другой стороны конечно не весело немножечко попал слегка слегка оба она хорошо прилетела сейчас сейчас минус стволы хорошо разворачивается клиф клиф херня подворачивает под торпеды ну 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 блин все он там уже прижимается к острову не залетит спинным мозгом чувствую не залетит подворачивается подворачивается в атаку пойдет подворачивает под торпеды сильно подожгли блин клиф это я немножко проворонил нет не проворонил все нормально так что я проснулся и хпшечку очень неплохо поперться своими портами дымами ну худеныш задним ходом пойдешь зараза не ожидал я такого подставы выделал мяча что-то мягко говоря не очень хорошо сыграл в этом бою все время все исчезают из-за света ну нюрнберг лови так конечно куда щас залетит практически никуда вот другое дело я пока жив о хорошо хорошо мне надо как-то прожить 40 секунд так так 30 секунд ну 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 давай 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 это вот по мою душу повезло что вообще ни разу не попал это просто тупо повезло разворачиваем башни потому что все-таки опять по вкусу будем херачить знаете я придумал новую тактику сливаем все хп лучше это делать на линкоре потому что его еще потом можно восстанавливать после этого привлекаем к себе ненужное внимание вражеских кораблей и танкуем за счет того что уворачиваемся от снарядов по нашим союзниками кто не стреляет стреляют только по нам тем и живем тактика конечно говно но зато очень легко предварительное требование выполнить слить все какое это не должно стать проблемой вряд ли кто-то будет писать в коментах а у меня хп никак не сливается в начале боя как лучше слить хп вроде все умеют я например даже практику а еще и цитадель прекрасно 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 еще и основной калибр опять не так все плохо жизнь налаживается потому что не вошло нет не вошли ну больше похоже будионы по мне стрелял бронебойными снарядами видимо по галлисанерке как он там пытался или по пертику хотя мне кажется далековато хотя нет от галлисанера он близко но я бы все равно столько дистанции блин советские легкие крейсеры они такие что чтобы не постреляешь конечно бронебойными ты же будешь отворачивать наоборот сюда начал поворачивать 3 диска прошло 6000 два рикошета дуну я то думал там два рикошета Ну, будёныч, давай Сейчас нарядик Жив, пока что Курилка Тормозит Сейчас ещё с жопой пойдёт, как обычно Не доживёт до этого Прекрасного момента Ну, всё, вроде мы опять победили Опять мы дошли До такого прекрасного момента Когда ничего делать не надо Просто-просто Как-то херачить Как раз 10 минут до конца боя Да-да-да Если кто-то считает, что игра идеальна Идеально, да, вот Посмотрите На вот этот Идиотизм с необходимостью Идти через всю карту Хацухару таки убил Перта Мы идём, блин И... Все плохо представляют Противнику другую Оба-на! Да ладно! Аперт убил Хацухару Это тоже торпедой Молодец Переписывается в чатике Да Ёбка Сейчас Натинем Глисонер сейчас сольется Даже не знаю В собственном смысле Птика-юбе Я не вижу А зря я сюда иду Что тут пузыря Поебыч Лови По хардкору будем пытаться его убить, да? Что бронебойными стреляют Как-то В прошлом ранговом сезоне Конечно, таких уникумов было меньше Которые не знали Какими снарядами С какого корабля стрелять В этом я прям вот Каждого второго вижу Такого Ха-ха-ха-ха-ха Ой, да Ну что, несгораемый 12 ранг Ребята, получен На сегодня это, пожалуй, всё Всем спасибо за внимание Не забудьте подписаться на канал Чтобы смотреть новые крытые видосы В том числе я, естественно, собираюсь Поснимать проранговые бои Не забудьте поставить лайк И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok